Ну, здесь, во-первых, не пройти, дышать вообще невозможно. То есть воздух здесь постоянно как бы не только консистенции находится. Ну и действительно люди просто даже добраться на работу не могут. Порой вот чисто вот из-за вот этого хозяйства всего. Ольга Козлова работает на местном предприятии. Так что нечистоты без проезда нефтяников вынуждены дышат каждый рабочий день. С ситуацией смирилась. Никаких нервов не хватит через день звонить по инстанциям и выпрашивать, чтобы устранили очередной порыв. Нам все обещают, конечно, вот на праздники, говорят, будут коллектор налаживать на пивзаводе. Ну вот посмотрим. Ну обещано, три года ждут, вот мы три года ездим, что-то все никак. Никак, да. Ну обращаясь в разные инстанции, у нас руководители обращаются. Ну пока вот в ОСН и не там. Благоухающая проблема Киндяковки в город администрации знакома. По предварительной информации, в этот раз течет с пивзавода. Но отнюдь не пенный напиток. С мая прошлого года, ну, Пульянский водоканал устранил на этих коллекторах. Более 50 повреждений, тем не менее. То есть, чтобы устранить данную проблему. В настоящее время принадлежность коллектора остается неясной. То есть, идут судебные разбирательства. Ульяновские экологи пока не берутся предметно обсуждать и делать выводы о степени возможного загрязнения окружающей среды с мердящей жидкостью. Пробы отправлены на анализ в лабораторию. Был направлен инспектор, который зафиксировал сточные воды, которые тягут и попадают в реку Свиягу. С тем, что пивной завод в соответствии с представлением правительства Российской Федерации относится к объектам окружающей среды к федеральному надзору, а также с тем, что ИК Свияга также является объектом федерального надзора. Не дожидаясь вердикта экологов и понимая экстренной ситуации, городская администрация взялась собственноручно устранить порывы. 1 мая завод временно приостановит производство и работу насосной станции для проведения срочного ремонта. Павел Патриков, Бахтияр Салтанов, репортер 73.